Подключение радиатора в батареи отопления. Существует три основных типа подключения батарей. Диагональная, боковая и нижняя. Давайте их рассмотрим. Вот это у нас диагональное подключение батареи. Почему? Понятно, что видим, да? Батарея подключена по диагонали. Вот это подключение батареи считается оптимальным. То есть, когда производители указывают тепловую мощность батареи, они имеют в виду именно такое вот подключение по диагонали. Теплоноситель двигается от одного угла батареи в другую. И создается наивысшая теплоотдача. Существует еще боковое подключение батареи. Ясно из названия. Вот оно боковое. Теплоноситель циркулирует, как видим мы на рисунке, с одного края в другой. Здесь у нас создается вот такая вот циркуляция. И таким образом теплоноситель через батарею отдает свое тепло. И нижнее подключение. Мы его и нарисовали внизу. Вот оно нижнее. Тут теплоноситель циркулирует по низу батареи, как мы видим на рисунке. И создаются вот такие завихрения. И таким образом отдается тепло. Это подключение в народе еще называют Ленинградка. Принято считать диагональное, самое оптимальное подключение, самый на высший коэффициент теплоотдачи, боковое. Здесь считается, что потери составляют где-то около 5%. В отличие от диагонального подключения. И Ленинградка. Здесь считается, что потери могут составлять от 10 до 15%. Также следует учесть, что, конечно, все эти потери следует учитывать при больших расстояниях. Как правило, эти потери при индивидуальном отоплении, допустим, в квартире, практически незаметны. И их можно в расчет не брать. На этом, пожалуй, все. В следующем видео мы посмотрим подключение этих батарей к отопительной системе. На этом все. Более подробную информацию вы можете просмотреть на сайте Доммастер. До свидания.